я вот просто первого вопроса начну такого может быть не совсем форматного в википедии статьи про вас она начинается вот сообщением что в этой биографической статье о человеке из россии не указано отчество вы скрываете свое отчество нет да папа эрик так и что вот еще меня задачивает что обычно вот у нас традиция такая в стране что люди мы проектность не говорим но люди с еврейскими фамилиями они берут себе псевдонимы часто очень вы наоборот взяли будучи носителем литовской фамилии еврейский псевдоним объясните во первых почему вы по псевдонимам да потому что бальчу нас правильная ударение да то есть мариус бальчу нас в паспорте вас как указано бальчу нас по паспорту так да мариус мариус так почему вы стали вайсбергом после я так понимаю что это после гитлер капу да не все все дело сширить на самом деле чем просто это не псевдоним это по это реально фамилия молодца у меня отец у вас была мамина у меня была мамина фамилия так отец вайсберг и отец известный довольно был ну сначала директором картины потом продюсером советское время был продюсировал тарковскому я хочу сказать известный был человек эрик вайсберг а чтобы не путали что во первых чтобы не путали во вторых что продолжить его дело вот а в советское время мне видимо в паспорт записали литовскую фамилию потому что видимо сочли что мне будет нет общие места достаточно так сказать я саря с этого как бы начал что очень очень часто люди как раз брали псевдонимы себе вот не 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 еврейский силу не знаю такого контекста который ну так родители решили в общем большом счете они были вместе не были разведены все было замечать это это ваша смена рабочего имени так скажем да она никак не связаны именно с выходом фильма гитлер капула что везде указано во всех биографических правках что после восьмой да это год как когда восьмой год да дело в том что да это было связано с гитлером капула просто так получаешь гитлер капула первый русский фильм который русскоязычный фильм который я сделал и поэтому это было и как раз не буквально там за в год когда я снимал гитлер капула умер отец я хотел понятно то есть это обучиться совпало да то есть как бы вот такая семейная как бы ну драма да скажем она совпала с вашей победой творческой потому что я возможно сейчас подставлюсь эффекта кто-то из моих общих знакомых скажет что я глубоко заблуждаюсь но я считаю что гитлер капула это гениальное совершенно кино в своем жанре жанре вот этого комедийного стёба который там не напоминает аэроплан моему мой любимый да это было по братьям зукер и это пройти братья зукер и там моего ты очень знакомый это был как раз моя дань это там вот вот эти вот архетипы обыграны все стереотипы обыграны спасибо вам огромное все-все но не очень так смешно я собственно к анне семенович изменил свое отношение я не был с ней знакомый будет именно после того как она снялась в вашей ленте потому что у самой иронии вообще умели умение обстебать какие-то представления о себе и свой имидж это очень дорогого стоит да она оказалась на редкость вообще открытым человеком не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24